Дороги после зимы – проблема, которую решают и по сей день. Сейчас дорожные службы устраняют последствия перепада температур. Ситуация не критичная, однако в нынешнем сезоне автомобилисты часто жаловались на качество дорожного полотна. Да и не к лицу городу Бресту разбитые улицы. А потому у дорожных служб сейчас под пристальным вниманием каждый метр асфальта. Продолжаются значительные работы по улице Смирнова. Сама улица Смирнова в этом году мы планируем практически всю улицу отремонтировать. То есть уже закончены практически работы на участке от улицы Пригородной до Мясокомбината. Остались только незначительные штрихи. Там были выполнены работы по устройству парковок, по замене полностью асфальтобетона, замене дорожного бордюра и устройства тротуаров, где их не было. На всей протяженности этого участка, где не отсутствовали тротуары. Также ведутся работы на участке от улицы Речицкой до улицы Железнодорожного переезда, где выполняются работы по замене тротуара и дорожного бордюра. И вот на участке от улицы Пригородной до улицы Речицкой сейчас тачат и работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ведем фрезерование и на следующей неделе будем производить асфальтирование данного участка. Неудивительно, что такой объем работ проводится именно на данной улице. Несмотря на то, что она находится на окраине города, это улица с очень интенсивным движением. Трафик такой, что дорожное покрытие со временем приходит в негодность и требует полной замены. Центральные улицы, они уже были сделаны за последние годы, в основном практически все. И перешли на... Мы работаем сейчас практически везде на окраинах города. Но они, хоть это и окраина города, но это улицы с очень интенсивным движением. Та же улица Смирнова, это улица по загруженности, она не уступает улицам в центральной части города. И уже прошло около 20 лет после того, как здесь выполнялась реконструкция этой улицы. И, конечно, асфальтобетонное покрытие пришло уже в такое удручающее состояние и требует именно полной замены. Сегодня специалисты ДЭПа проделывают большой объем работы, чтобы брещане могли передвигаться на своих автомобилях в комфорте. Дорожное покрытие ремонтируют безотходным способом и разными техниками. Если в зимний период основной акцент сделан на ямочный ремонт, то весенне-летний период на полную замену полотна. Ведь погодные условия позволяют. В зимний период невозможно устранить даже всю ямочность. То есть, ну это невозможно. То есть, те технологии, которые есть для зимнего ямочного ремонта, они не позволяют в большом объеме выполнять работы. Поэтому только критическая ямочность. И после зимнего периода, естественно, выбирались улицы, которые были более разрушенные. И ведем именно полную замену. Эти работы практически не прекращаются. Значительные работы уже ведутся по устройству тротуаров. Потом дальше будет замена дорожного бордюра частичная. И всю улицу Орловскую, что тоже будет являться очень большим объектом, где большой объем работ. И действительно, улица Орловская, на ней было много претензий. Ну тоже, надо сказать, что это не центральная часть, но тоже, в принципе, окраина города. Практически восточный микрорайон на самой окраине города тоже будет продолжаться. Также были сделаны улица Гродинская, участок от улицы Гоздецкого до улицы Орловской. Ведутся локальные работы практически повсеместно. Все идет по плану. Продолжение следует...